Марина, скажите, как началось голосование в Ивангороде, как оно сейчас на данный момент проходит, насколько организовано, можете сказать? Ну, с 25-го числа, июня, да, по всей стране у нас началось голосование, которое продлится по 1-го июля, самый главный, важный день, это 1-го июля, но уже идет голосование, наши участковые комиссии открыты с 8 утра до 8 вечера, с 25-го июня по 1-го июля, более того, члены участковых комиссий ходят по квартирам, ходят по тем адресам, которые заявлены, где у нас живут, скажем так, люди 50+, и предлагают проголосовать вне помещения. Активный Ивангород принимает участие, очень радостно за наших жителей, хочу сказать им большое спасибо за то, что они такие активные, за то, что они не остаются в стороне, и участвуют в жизни нашей страны. Большие слова благодарности, вот просто даже с низким поклоном хочется, конечно, сказать членам участковых комиссий, им приходится сейчас работать в таких тяжелых условиях, но кто был на участках, они увидят, или к кому приходили домой, да, сейчас нас лето радует солнцем, а при этом наши все члены участковых комиссий, им приходится одеваться в специальную одежду, им приходится работать в масках, в перчатках, а еще приходится обходить с утра, с 8 утра они начинают, и до 8 вечера проходить все подъезды, квартиры, где заявились люди проголосовать вне помещения, чтобы каждый смог поучаствовать в голосовании. Поэтому работают сейчас наши члены участковых комиссий в очень тяжелых условиях, они физически устают, поэтому им терпение и огромная-огромная слава и благодарность. По вашему мнению, это голосование, насколько оно важно и для чего оно, для вас, как для гражданина? Вообще это очень важный документ, это очень важное решение, которое принимается страна, потому что это документ, которым мы будем пользоваться вообще многие десятки лет, вся страна, все будущие поколения, то есть все поправки, которые внесены, они все аспекты жизни, и социальные, и политические наши затрагивают, поэтому мы будем этим пользоваться, это принесет только благо и самое лучшее для страны. Проголосовала. Ну, а для вас вот это голосование что значит? Ну, это самый важный документ, конечно, для любого гражданина, безусловно, мы должны принять участие и выразить свое мнение за, против. Конечно, голосование это, да, у нас нестандартное, в связи с ситуацией у нас в стране, да и во всем мире, как бы люди идут, люди доброжелательные. Эктивность высокая. Очень важно, вот мы только сейчас шли, эту тему затронули. Самое главное, что мы будем самостоятельными, никто нам не будет ничего. Суверенитет будет у России. Да, никто указывать не будет. Национально. И для пенсионеров тоже хорошо, очень хорошо. Я прочитала все пункты, и на все пункты говорю плюс. Отлично, молодцы. Хоть как бы из-за Запада не гавкали, ничего такого не говорили, большой-большой плюс. А что, не так, что ли? Я всегда была за президента нашего. Молодец, умница.